Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Все время думала, моя не моя, моя не моя. Миллион за жизнь в чужой семье. Суд Ленинского района Перми завершил рассмотрение дела, связанного с подменой детей. Около детской спортивной площадки и детской площадки поселилась целая шведская семья. Зеленый островок, а социальный лагерь. Бомжи облюбовали живописный тенистый уголок в центре Перми. Классические и эстрадные, а также композиции к детским кинолентам. В Перми готовится провести итальянский фестиваль музыкальных фильмов. Загадочная смерть. Второй день. Главной темой остается трагедия в Краснокамске. Как мы уже сообщали, там скончалась школьница с признаками истощения. По словам знакомых семьи, мать морила 14-летнюю дочь голодом. Елена Яговцева попыталась узнать подробности. Как можно умереть от голоду 14-летней девчонки? Вот может умереть двухлетний ребенок. И то будет орать, просить есть. Именно этот вопрос и не дает покоя всем пермякам. 14-летнюю школьницу без признаков жизни обнаружила дома ее мать. Приехавшая в скорой констатировала смерть ребенка. Диагноз – крайнее истощение. Родительница пояснила полиции, что ее дочь якобы сама отказывалась принимать пищу. Она сказала, что она хотела быть модной, как все, типа анорексия. Она ничего не ела сама. А ребята сказали, что она ела, постоянно кушать просила у матери. Эта версия не выдерживает никакой критики, говорят знакомые соседи. По их словам, девочка с рождения была очень худенькой. Но в последнее время вообще превратилась в скелет. Люди интересовались самочувствием школьницы. Но родительница отвечала, что ее дочь серьезно больна. В мае как бы заметили, что девочка начала худеть, прямо угасать. Ну как-то то ли экзамены, то ли что ли, такие вот моменты, что упустили из вида. И вот два с половиной месяца, и все, нет ребенка. Мама ей диагноз поставила. Рак и диабет сахарный. Ну экспертиза это не подтвердила. По словам людей, эта странная семья жила очень уединенно. Мать девочки нигде не работала. Но когда учителя предложили ей оформить документы на бесплатные школьные завтраки, ответила отказом. Женщина никого не пускала в гости и требовала от дочери беспрекословного подчинения. Когда с девочками гулять она ходила, и на улице жарко, а она ее заставляла надевать кофту. Но та боялась уже ослушаться ее. Поэтому подчинялась. Беспрекословно выполняла все. За четверку, говорит, если четверку получит, то она это все переживала. Мама говорит, меня убьет за четверку. Она же круглотличенница была. Похороны были, так она стояла, мать ей не плакала, ничего. Откройте, пожалуйста, нужно поговорить. Общаться с нашей съемочной группой мать девочки не захотела. В администрации Краснокамска пояснили, что на каких-либо учетах семья девочки не состояла. Женщина не употребляла спиртное, исправно посещала родительские собрания. Посещение каких-либо сект замечено не было. Взбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 по причине смерти по неосторожности в отношении неусловленных лица пока. Да, опрашиваются свидетели, ну и представители школы, ее ученики. Оценку случившемуся дала омбудсвумен Светлана Денисова. По ее словам, много вопросов вызывает равнодушие соседей, которые, зная о ситуации, не обратились к участковому. Есть претензии также к учителям и службе социальной защиты. Очень печально, что сегодня в мирное время вот так может погибнуть ребенок. Это очень страшно и больно. Этот случай детского неблагополучия должен стать поводом для серьезного межведомственного обсуждения. Какие механизмы нужны, какие регламенты, как мы можем системно решать эту проблему. Окончательные ответы на вопросы, от чего умерла школьница и кто виноват в ее смерти, должно дать следствие. Назначены необходимые экспертизы. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Миллион за жизнь в чужой семье. Суд Ленинского района Перми завершил рассмотрение дела, связанного с подменой детей. Напомним, в 1978 году в Пожвинском роддоме Прикамье перепутали двух новорожденных девочек. Из-за этой ошибки Вероника Швецова и Татьяна Савельева оказались не в своих семьях. Все время думала, моя не моя, моя не моя. Ведь душа-то ведь болит. Гляжу на эту девочку, первый раз увидела. А ведь точно в то время ДНК не было. Ничего не было. Это сейчас вот так заговорили очень сильно. Которого 40 лет ростила. Все равно еще пока она мне, она и останется на всю жизнь. Ну и эту тоже буду любить, лелеть, помогать. Женщины, разлученные со своими биологическими родителями, узнавшие об этом, сейчас тоже испытывают страдания. Говорят, что по неволе живут чужой судьбой. Одна из них воспитывалась в благополучной семье, у другой, что называется, было трудное детство. Хоть какой-то компенсации исты решили добиться в суде. Дисковые требования 10 миллионов рублей сказаны Российской Федерации через Министерство финансов Российской Федерации. Соответственно, ответчики будут являться Министерство здравоохранения Российской Федерации, правительство Пермского края, Пожвинская участковая больница, Министерство здравоохранения Пермского края и Управление федерального казначейства. С исками обратились обе матери и одна из двух дочерей, которых перепутали. Суд удовлетворил требования всех троих. Государство выплатит им по миллион рублей. Решили обжаловать приговор. Адвокат Александра Телепнева и Сергей Иванкевича готовят апелляцию. Напомним, Ленинский суд приговорил их к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за избиение музыканта Андрея Ширмана. Сразу после оглашения приговора Телепнев и Иванкевич в зале суда не прокомментировали свое отношение к приговору и прошли мимо представителей СМИ. Адвокаты ИСЦА также хранили молчание. Но не исключено, что и они решат оспорить решение. Придется раскошелиться. Пермская дирекция дорожного движения подготовила проект предложений по изменению зоны платных парковок в краевой столице. Расширение предлагают вводить поэтапно. 10 сентября заметно больше платных мест станет в Ленинском и Сверловском районах Перми. Это территория между улицами Попова и Акулова от Пушкина до Крисанова. Также парковочная система охватит карманы в квадрате, который ограничивает улицы Пушкина, Революции, Островского и Комсомольский проспект. А 1 октября зоны платных парковок еще немного расширятся. Все предложения пройдут общественную и антикоррупционную экспертизы. Также власть обсудит их с профессиональным сообществом. Летний асоциальный дворовый. Во дворе дома по улице Ленина 87 люди без определенного места жительства разбили лагерь. Такое соседство пришлось не по нраву местным жителям. Но как прогнать их со своей территории, они не знают. Ситуацией разбирался Евгений Гуляев. Помогите нам, спасите нас хоть каким-то образом. Настоящий крик души. Лариса Данилова рассказывает о ситуации, которая сложилась в дворе дома по Ленина 87. Заросли кустарника прямо под окнами облюбовала группа людей без определенного места жительства. Притащили старые кресла, обустроили лежаки. Новые соседи объявили здесь полтора месяца назад. Буквально в центре города, около детской спортивной площадки, и детской площадки поселилась целая шведская семья бомжей. Мы думали, что они уйдут каким-то образом, обращаясь к участковому, обращаясь в полицию, но, к сожалению, этого не последовало. Мусор, неприятные ароматы и шум по ночам, а также другие неудобства. Бороться с незваными гостями очень тяжело, говорят местные жители. Люди считают, что для бомжей здесь есть все условия для существования. Эта территория находится в ведении муниципалитета. Присмотра за ней мало, многие деревья не кронированы. По июльской жаре тенистый уголок, естественно, привлекает бездомных. Все зарастает, и тут постоянно у нас и бутылки, и вот приспособились, бомжи обитают, потому что им больше деться некуда. А с ними разговаривать это бесполезно. Пока мы общались с местными жителями, большинство обитателей этого зеленого оазиса исчезло в неизвестном направлении. Мы пообщались с оставшимися. Один из них, Ахмед, рассказал, что сам родом из Александровска. 15 лет жил в Санкт-Петербурге. Лишился части ноги, не смог работать и стал бродяжничать. Недавно оказался в родном краю. Живет тут несколько недель вместе с новыми товарищами. Пообещал, что скоро все уйдут. Нет, временно, конечно. Через недельку-две, даже две какой-то, через недельку здесь народа не будет. То есть все уйдут? Все уйдут, кто есть тут. И за собой уберут? Уберут. А вот это... А вот это я не знаю. А вот это я не знаю, что сказать. Жители пятиэтажки сообщили нам о подозрительных звуках, которые порой доносятся из кустов. Ахмеда удивил вопрос на эту тему. Сказал, ничего подобного, все ведут себя тихо и мирно. Сексом занимаетесь? Кто? Ну, кто-то из вас. Ну, подожди-ка, я с мужиками сексом не занимаюсь. А девушки-то не приходят, что ли? Проходят. Не, а сексом-то здесь не занимаюсь. Этот дворик, кстати, соседствует с администрацией Дзержинского района. В ней мы и поинтересовались судьбой территории. Нам ответили, что подрядчики в плановом режиме ведут работы по вырубке и формовочной обрезке деревьев. Рано или поздно этот живописный уголок приведут в порядок. В зимний период 2016-2017 годов два опасных дерева вырублено на территории между домами по улице Ленина 87 и улице Петропавловская 88. В ноябре 2017 года подрядной организацией проведена формовочная обрезка десяти деревьев. В июле этого года начаты работы по сносу пяти аварийных деревьев вдоль внутриквартального проезда Хохрякова 6-я Ленина 87, в том числе возле контейнерной площадки. Работы будут завершены в третьем квартале этого года. На прощание Ахмед еще рассказал нам, что вся эта веселая компания в ближайшем будущем покинет насиженное место. Да и сам он поскорее хотел бы оказаться дома. Мать не видел 15 лет. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Я не могу я сейчас. Но я вернусь. Бездомные без преувеличения – огромная социальная проблема в нашей стране. И ликвидировать ее в одночасье не удастся. Даже в городах, где проходили матчи чемпионата мира, бродяг хватало. Помочь властям переломить эту ситуацию пытаются волонтеры и различные общественные организации. Их немало и в Перми. Но, как видим, вернуть к нормальной жизни таких людей удается крайне редко. Учат детей спасать себя. На пляже Камге с Перми провели показательное учение для детей. Юным отдыхающим рассказали, как правильно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем, как нужно действовать в экстренных ситуациях, наблюдал Дмитрий Гаврилов. Под звук сирены горожане прерывают отдых и собираются на импровизированной площадке. Для юных пермяков сотрудники МЧС начинают своего рода мастер-класс. Ребят обучают тому, что нужно делать, если человек на воде оказался в беде, а взрослых рядом нет. Спасатель Николай Пьянков рассказывает, каким должны быть первые действия. У него внутри что, если мы его из воды достали? Вода. Воду надо из организма извлечь. Не надо его перекидывать через колено. С начала года на водоемах региона утонул 31 человек. Только в июле погибло 15. Пятеро из них – дети. А они, как известно, порой уходят купаться без присмотра взрослых. Поэтому знание основ оказания первой помощи тонущему очень важно. Вода все-таки это самое, довольно-таки, даже не самое, а одна из самых опасных мест, где дети подвигаются наибольшему риску. Так что мы с Игнатом, думаю, сегодня все поили, усвоили, и будем действовать так, как нам сказали наши дорогие и любимые, так сказать, спасатели. В завершении мероприятия каждому юному участнику акции организаторы презентовали надувные нарукавники, а также раздали всем памятки, в которых описаны основы безопасного поведения на воде. Резко в воду не входить, ложные сигналы тревоги не подавать, смотреть внимательно за обстановкой. Вот такие элементарные правила. Ну, еще раз повторяю, благоразумие, трезвый ум, и тогда удача будет за нами. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха. Но помните, что даже самый хороший пловец должен строго придерживаться правил поведения на воде. Дмитрий Гаврилов, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей. Пермь скоро попадет в водоворот итальянской музыки. Из солнечной Италии в наш город прибудет кинофестиваль. В течение четырех дней в центре Кривой столицы будут идти трансляции музыкальных фильмов, а также киноверсии балетных и оперных постановок, премьеры которых совсем недавно состоялись. Милане и Турини. Подробности узнала Юлия Зыкова. Соборная площадь Перми через несколько дней станет местом проведения итальянского фестиваля музыкальных фильмов. Здесь установят экран, где будут идти трансляции опер, музыкальных, художественных лент, киноконцертов. Во время одного из сеансов зрители увидят знаменитого пианиста и частого гостя нашего города Дениса Мацуева. Месяц назад он вместе с оркестром театра «Ла Скала» дал концерт на главной площади Милана – пиаце «Дальдуому». Это выступление целиком покажут в Перми. Денис Мацуев даже записал обращение к горожанам. Мне это очень близко, как итальянская культура, так и город Пермь, где у меня проходит свой фестиваль ежегодный. Я очень люблю пермскую публику. И я уверен, что пермики услышат этот концерт тоже на своей площади. И от этого мне тоже очень приятно, что мои соотечественники, мои любимые пермики это увидят тоже. Основа программы итальянского фестиваля – это киноверсии и постановок, созданных в Королевском театре Турина и, конечно, в Миланском Ла Скала. Горожане, например, смогут посмотреть фильм-оперу «Андре Шенье», премьера которой в прошлом году стала главным культурным событием Италии. В музыкальной истории о поэте, который был казнен во время французской революции, сыграла и наша соотечественница Анна Нетребко. Кроме того, увидят зрителей звезд фестиваля Сан-Рема. Будут звучать эстрадные хиты, хорошо знакомые людям старшего поколения. Практически все фильмы будут транслировать в HD-качестве, а предоставит их итальянская государственная телерадиокомпания «Рай». Вообще, центральный офис «Рай» находится в Риме. Всего там около 12 тысяч сотрудников. В том числе, чтобы пройти все согласования, нам пришлось их проходить через 47 директоров. Но всё удалось. Вход на фестиваль свободный. Увидеть музыкальные фильмы итальянские может любой желающий. Также будет у нас детская программа, которая начнётся днём. По словам Марины Неволиной, трансляции организуют ежедневно с 26 по 29 июля. Каждый день программа будет начинаться после полудня, а завершаться около полуночи. Будут живые выступления музыкантов, камерного оркестра «Орфей», солистов театра оперы и балета. Всё будет проходить здесь, под открытым небом, на Соборной площади. Все подробности можно узнать на специальном сайте.